Первый этап ослабления карантинных мер в Казахстане начнется с понедельника, 17 августа. Свою деятельность возобновят ТРЦ, торговые дома, торговые сети, крытые рынки. Строго по записи разрешат работать салоном красоты, парикмахерским, спа-салоном и косметологическим кабинетом. Ко всем этим объектам предъявляются определенные требования, причем эти требования ужесточены, и объекты бизнеса должны будут соответствовать этим требованиям. Требования в первую очередь направлены на то, чтобы заполняемость объектов была сокращена на первых этапах смягчения, обеспечивалась социальная дистанция, то есть мы прописываем требования, что на одного посетителя должно быть не менее 4 квадратных метров. Естественно, требования по работе самих услугодателей, требования к посетителям, это обязательный масочный режим, обязательное социальное дистанцирование и так далее. Также свою работу начнут детские кабинеты коррекции, детские и взрослые образовательные центры. Принимать они смогут только по предварительной записи и не более 5 человек в помещении одновременно. В детских садах снова откроются дежурные группы, не более 15 детей в каждой. Фитнес-центры возобновят свою работу при условии заполняемости помещения на 50%. Под запретом остаются массовые мероприятия, работы ночных баров, караоке. Кинотеатры, фудкорты и прочие развлекательные заведения также пока останутся закрытыми. Представители власти подчеркивают, что несмотря на введение смягчающих мер, требования к масочному режиму не отменено. Для населения сохраняются требования по ношению масок в общественных местах, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания, отдыха населения, в общественном транспорте. Обязательно также соблюдение социальной дистанции, потому что мы понимаем, что сегодня вот эти три основных меры профилактики, это ношение масок, соблюдение социальной дистанции и гигиены рук, они обеспечивают профилактику передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку. Следует отметить, что на первом этапе ослабления карантина смягчающие меры будут действовать только в будние дни. В субботу и воскресенье ограничения будут сохранены. Александра Любимова, Маргарита Ущиповская, Новости Тимиртау.